Здравствуйте! В эфире Тагил ТВ программа решения. О новостях городской думы, о важных шагах депутатского корпуса в целом и о самих народных избранниках в частности расскажем в ближайшие 15 минут. Начнем программу традиционно с нашей рубрики «Дайджест» и расскажем о тех важных решениях, которые принимали депутаты на заседаниях последние две недели. В итоге участия тагильчан в зимнем сезоне сдача нормативов ГТО рассмотрела Комиссия по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму. Организацией испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» подготовкой к ним, награждением успешно выполнивших нормативы, популяризацией движения в Нижнем Тагиле занимается Центр тестирования ГТО. В этом сезоне нормативы комплекса сдавали на полторы тысячи тагильчан больше, чем годом ранее. Число тех, кто сумел заслужить золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия, выросло почти на тысячу. Результат оценивается как положительный. К мероприятиям комплекса привлекаются люди в возрасте от 6 до 70 лет и старше. Это любители физической культуры и коллективы предприятий и организаций. Есть сайт, на котором определен календарный план мероприятий. Жители могут его посетить, посмотреть, когда будет проходить то или иное сдача ГТО и, соответственно, поучаствовать. Все мероприятия, связанные с ГТО, проходят как такой мини-праздник, поэтому жителям приятно в них участвовать. Участвуйте и будьте здоровы! В 2023 году на проведение испытаний комплекса ГТО из муниципального и регионального бюджетов выделено 592 тысячи рублей. По информации городской администрации, на 2024 год предусмотрено финансирование в объеме около 800 тысяч рублей. Частично средства планируется расходовать на приобретение спортивного инвентаря. На сегодняшний день обеспеченность им составляет 70%. Рабочий визит в Нижний Тагил. Депутаты законодательного собрания Свердловской области посетили два муниципальных учреждения. Это 32-я школа и городской дворец детского и юношеского творчества. Сегодня очень интересное и знаковое событие произошло в нашем городе. Законодательная власть Свердловской области, отмечая 30-летие, приехали к нам депутаты. Приехало очень большое количество депутатов, 18 депутатов. Они рассказали о том, что делается в области, услышали о том, какие вопросы есть у нас, заслушали о том, что у нас есть. Это очень приятный и хороший обмен опытом. Мы рады были их принять, показали школу обновленную после капитального ремонта. Ну и продемонстрировали свои возможности, показали технологическое оборудование, продемонстрировали мебель, показали детей. Ну, мне кажется, что все удалось. И наши гости с удовлетворением отметили, что деньги, которые выделяются для капитального ремонта, реализуются очень правильно, да, и виден результат. Оценив капитальный ремонт, 32-й, депутатский десант направился в городской дворец детского и юношеского творчества. Там областных парламентариев ждала экскурсия и небольшая концертная программа. А затем состоялся круглый стол на тему проблемы и перспективы социально-экономического развития муниципальных образований, входящих в состав Горнозаводского управленческого округа Свердловской области. Меняющийся облик Нижнего Тагила высоко оценили областные депутаты. Я считаю, что мы участники процесса, который позволил настолько изменить облик города Нижнего Тагила. Конечно, губернатор, когда впервые мы посетили вместе с ним, город сказал, что я сделаю все возможное для того, чтобы Тагил был одним из самых красивых городов города Свердловской области. Конечно, эта задача выполнена. Сегодня великолепная набережная, сегодня город вообще преобразился. Вот такое замечательное детское учреждение, которым мы тоже все вместе с вами гордимся. За большой вклад в развитие местного самоуправления в ходе визита председатель регионального парламента Людмила Бабушкина наградилась серебряным знаком Законодательного собрания Свердловской области председателя Нижнего Тагильской городской думы Вадима Роудштейна. Кстати, 17 апреля спикер городской думы отметил юбилей. Вадиму Роудштейну исполнилось 65. Также серебряного знака был удостоен глава города Владислав Пинаев. Вопрос обеспечения тагильских детей местами в дошкольных учреждениях обсудили депутаты на постоянной комиссии по социальной политике. Общая численность дошкольников в Нижнем Тагиле около 25 тысяч. Они посещают 146 детских садов в шести крупных объединениях. Для детей до трех лет работают 282 ясельные группы. Их посещает чуть менее 5000 юных горожан. Что касается перспектив создания дополнительных мест, разработаны и успешно прошли государственную экспертизу проекты двух детских садов. Один из них на 270 мест планируется построить в приличном микрорайоне, второй на 170 на месте снесенной воинской части по улице Фрунзе. Предположительно, их возведение начнется в 2025 году в работе проекта детских садов на Сланцево и Захарова в микрорайоне Александровский. Важный вопрос, который сегодня тоже поднимали депутаты в продолжении рассмотрения материально-технической базы образовательных учреждений, это потребность в установке современных пластиковых окон. И нам информацию подготовили, управление образованием, на самом деле это немаленькая сумма, это 280 миллионов рублей с лишним. Одним годом, наверное, эту проблему не решить. Замены требуют более 5,5 тысяч окон. 3 300 в школах, 2 с лишним тысячи в детских садах. 325 в учреждениях дополнительного образования. Для решения этого вопроса постоянная комиссия предлагает подготовить отдельную программу. Не только в зале заседаний, но и воочию. Депутаты постоянной комиссии Нижнетагильской городской думы по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму познакомились с деятельностью военно-патриотических объединений и юно-армейских отрядов и побывали в двух клубах – «Гвоздика» и «Вымпел». В первом из них курсанты военно-патриотического клуба продемонстрировали депутатам навыки строевой подготовки. Клуб «Гвоздика» действует в Нижнетагильском государственном профессиональном колледже имени Демидова более 10 лет. Со студентами проводится работа по различным направлениям патриотического воспитания. Знакомство с движением продолжилось в педагогическом колледже номер 2. Здесь работает военно-патриотический клуб «Вымпел», а также организован окружной центр патриотического воспитания и допризывной подготовки. Благодаря этому возможности в воспитании подрастающего поколения у образовательного учреждения расширились. «Мы как раз-таки по предложению депутатов посещаем военно-патриотические клубы, которые есть у нас в городе. Интересуемся тем, как занимаются воспитанием детей в этих клубах, какие ставят задачи. Ну и общаемся с ребятами, хотим понять, интересно ли им это, какие направления в патриотике им более интересны. Медицинская и стрелковая подготовка, занятия техническими видами спорта, поисковая работа, участие в соревнованиях и походах, уход за мемориалами. По информации администрации города, на постоянной основе этим занимаются около полутора тысяч молодых тагильчан. Взаимодействие с патриотическими формированиями осуществляет отдел патриотического воспитания городского дворца молодежи, учебно-методический центр «Авангард» отделения движения «Юнармия». Нижне-Тагильская городская дума провела публичное слушание по внесению изменений в главный документ Нижнего Тагила, в устав города. Необходимость этого вызвана с приведением документа в соответствии с действующим российским законодательством. Представляется 11 поправок в устав города Нижний Тагил, которыми инициированы были, во-первых, двумя федеральными законами. Это 517-й закон от 2 ноября 2023 года, 286-й, от 10 июля 2023 года, внесение изменений в некоторые федеральные законы, и которые внесли изменения в 131-й федеральный закон об основах местного самоуправления. Одно из изменений касается исключения использования понятия «муниципальное образование» в официальных документах. Это, по мнению депутатов, даст возможность упростить их оформление, оставить в титуле только город Нижний Тагил без использования термина МО. Кроме того, порядок подготовки и опубликования муниципальных правовых актов также должен предусматривать их обнародование. В данном случае термин появляется вновь. Предложены поправки, относящиеся к полномочиям главы города в части приобретения и отчуждения муниципального имущества и ответственности должностных лиц при урегулировании конфликтов, интересов и предоставлении обязанной информации. Участники публичных слушаний единогласно поддержали проект решения. В спортивной школе номер два прошел традиционный ежегодный турнир по самбо на призы Нижнетагильской городской думы. Идея проведения этих соревнований принадлежит депутату прошлого седьмого созыва Олегу Перминову, директору спортшколы номер два. Мы решили вот этот турнир, как бы это базовый турнир, где отслеживаются сильнейшие бойцы нашего города. На следующий год он будет пятый, я знаю, юбилейный. Но надо сказать, что у нас с каждым годом, как бы поколение поколение, у ребят становится больше и уже девочки привлекают к этим соревнованиям. Мы с вами понимаем, что любое соревнование – это в первую очередь возможность отточить свое мастерство, узнать для себя что-то новое и, конечно же, почувствовать более сильного соперника и научиться чему-то от него. Идея проведения турнира стала своего рода откликом на поддержку отечественных видов спорта на федеральном уровне. Борьбу за награды на тагильском ковре вели воспитанники спортивной школы номер два, Тагилстрой, Юпитер и православной гимназии. Все депутаты, Вадим Анатольевич, мы все поддерживаем вот это движение «За самбо», общероссийское движение, поддерживаем данный вид спорта и пожелали участникам, достаточно молодой контингент участников, пожелали им удачи, пожелали провести бои честно, уважая своего противника и, конечно, чтобы обошлось без травм. Сегодня Нижний Тагил – активный участник реализации всероссийского образовательного проекта «За самбо в школу» и партийного проекта «Единой России за самбо». Уже четыре образовательных учреждения города получили в их рамках инвентарь для занятий этим видом спорта. Программы двух телекомпаний и многое другое. А также специалисты Думы отвечают на комментарии жителей под постами. Чем народные избранники делились на своих страницах последние две недели в социальных сетях? Мы собрали очередную подборку наиболее интересных постов и фотографий. Конец цитаты. Депутат по 18-му избирательному округу Марина Кибардина разместила на своей странице матеря с призывом проголосовать за проект по благоустройству территории у Дворца национальных культур. Проект «Град веселых затей и чудес» в микрорайоне «Рудник» участвует в конкурсе «Евраз. Социальные инвестиции». Народная избранница отметила, что, цитата, «на руднике катастрофически не хватает детских и игровых зон. Новая игровая зона станет настоящим подарком для детей, подарит им радости, здоровье и новые возможности для развития». Депутат по 16-му избирательному округу Галина Масликова рассказала на своей странице о тестировании по важным вопросам организации безопасного процесса, которое проходило в 32-й школе для директорского корпуса образовательных учреждений Ленинского района. По окончании зачета руководители школ, детских садов и учреждений доп. образования посмотрели обновленные учебные пространства 32-й. Депутат по 9-му избирательному округу Сергей Бурлай принял участие в муниципальном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Она прошла в Нижнетагильском государственном социально-педагогическом институте. На своей странице он написал, цитата, «В нашем городе было заявлено 45 команд, победители будут представлять наш город на региональном этапе. В рамках игры школьники продемонстрировали спортивную и строевую подготовку, навыки оказания первой помощи, знания основ российской государственности и военной истории, а также прошли полосу препятствий». Депутат по 14-му избирательному округу Андрей Шестобитов вручил двум тагильчанам благодарственные письма от Нижнетагильской городской думы. Такой оценки парламентариев удостойный директор школы номер 30 Марина Панкова и известный предприниматель директор ООО «Антол» Анатолий Толстов. Время и место проведения вы видите на экране. Уточнить информацию о приеме можно по телефону 41 30 27. Сегодня на этом подведем черту. Смотрите следующую программу «Решение» 16 мая. В официальных группах Тагил ТВ в социальных сетях под выпуском нашей программы оставляйте свои вопросы для депутатов. На наиболее волнующий получим ответы. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова